10 ноября стражи правопорядка всех подразделений от участкового до сотрудника ГАИ отметят День полиции. Лучших по случаю профессионального праздника будут чествовать на торжественном собрании. Отмечен будет и инспектор дорожно-патрульной службы Павел Щелев. Лейтенант полиции Павел Щелев в ГИПДД уже 12 лет. Работать пришел сразу после службы в армии. Инспектор ДПС с первых дней проявлял особый интерес в раскрытии преступлений, за что уже неоднократно отмечен наградами. Оперативная работа привлекает его и сегодня. В сентябре задерживал я старшим инспектором лейтенанта полиции Воронцовым. Угон мы задерживались в селе Озерки. Угнал на микрорайоне Жуково газель, а в селе Озерки мы его сдержали. Вот буквально я две недели назад при досмотре пассажира были выявлены наркотические вещества, где в особо крупном. По словам полицейского, в последнее время за рулем все чаще попадаются водители в состоянии наркотического опьянения. Объединив усилия, к борьбе привлечены все структурные подразделения полиции, включая сотрудников ДПС. Но, к сожалению, их сегодня катастрофически не хватает. Побольше нарядов, численность. Стражем дорог водители, как правило, не рады. Но работу свою Павел Щелев любит и считает одной из самых нужных. Всем нужна помощь от сотрудников. Не только ДПС, но и сотрудников УВД, участковых, любой структуры. Как любая беда произойдет, все сразу 0,2 набирают. Из двоих сыновей Павла по его стопам пока хочет пойти только младший. Сам же он в детстве мечтал стать военным. За профессиональные успехи младший лейтенант Павел Щелев не раз был отмечен благодарностями, почетными грамотами. Его фотография в 2013-м была размещена на доске почета. В этом году его фото вновь появится на доске почета УМВД. Только в текущем году, 2017-м, им лично задержано более 40 водителям в состоянии опьянения. Порядка 20 водителей задержаны, но не имеющие права управления. То же самое задержано 8 водителям за повтор, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольной опьянения. Также им лично раскрыто 5 преступлений. Это у нас неправильно завладение транспортных средств, а также незаконный оборот наркотиков. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.